Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Обманываться рады. В Самаре судят афериста, укравшего у пенсионеров полтора миллиона рублей. Их детали в космосе, на земле и под водой. Но нет предела совершенству. Завод авиационных подшипников на пороге производства вечного двигателя. Дореволюционная Россия в цветных карточках в Самару привезли уникальные кадры личного фотографа царской семьи Прокудина-Горского. Была убита в ходе ссоры из-за неприязненных отношений. Официальную версию гибели 18-летней студентки Анны Бондаревой озвучили на первом заседании в Красноярском районном суде. На скамье подсудимых знакомой девушки, 20-летний Владислав Роговик. Напомню, он уже признался в преступлении. Подсудимый внешне невозмутим даже в тот момент, когда судья зачитывает фабулу дела. Анна Бондарева была убита в ночь на 22 июля в районе дачного массива Сокский Зори. Тело девушки обнаружили спустя почти неделю. По данным следствия, Роговик задушил свою жертву. Пережал ей горло сначала руками, потом палкой. Вначале он пояснил, что она просто ушла с дачи и не вернулась. И почти неделю, пока шли поиски, пытался сбить сыщиков со следа. Это в суде подтвердили потерпевшие и свидетели по делу. Несмотря на явку с повинной, которая отражена в материалах дела, родственники погибшей девушки намерены добиваться для убийцы самого сурового наказания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. О том, что действительно совершил это преступление, он сообщил уже только после того, когда практически следствием были добыты необходимые доказательства. Именно его причастие к этому совершению преступления. Поэтому ни о какой явке с повинной здесь речи быть не может. Мы будем просить максимальное наказание. В Самаре судят и основатели финансовой пирамиды, которая заманивала в свои сети пенсионеров. Их и без того тощие кошельки оскудили в общей сложности на полтора миллиона рублей. По крайней мере, эту сумму следователи готовы доказать в суде. Сами потерпевшие убеждены, она значительно больше, как и число обманутых. Павел Баймаков о новых схемах мошенничества. Первой целью мошенников было заманить в свои сети как можно больше людей. В 2012 году сарафанное радио разнесло. В Самаре создается организация «Жил соц. Минимум». Она поможет получить бесплатное жилье, а затем и вовсе разбогатеть. Для этого нужно было всего лишь вложить деньги в финансовую пирамиду, а затем получить в два раза больше. Руководил всем этим, по данным следствия, Павел Юхименко. Снять его лица так не удалось. Павел Юхименко прячется от видеокамеры. Может, боится популярности, а может, стыдно за то, что обманул пенсионеров. Последний до сих пор в шоке. Он, значит, пристал с очень глубоко верующим человеком. Сказал, что он, значит, жертвует личными деньгами для построения храма. Юхименко, по версии обвинения, ловко втирался в доверие к потенциальным жертвам. В этом ему помогали еще несколько человек. Кто они – пока загадка. В деле они фигурируют как неустановленные лица. За несколько месяцев в финансовую пирамиду мошенники втянули по меньшей мере 10 человек, затем исчезли. Признанно потерпевшим 10 человек. Общая сумма ущерба – 1 миллион 508 тысяч рублей. За данное преступление предусмотрено наказание Уголовным кодексом Российской Федерации до 10 лет лишения свободы. Многие из потерпевших вложили в финансовую пирамиду последние деньги. Мы же сейчас бабульки, как дети. Мы доверяем вот это все, а потом теряем. Пусть он вернет деньги им все и раскается перед Богом. Судебное следствие сейчас в самом разгаре. Уже успели допросить всех потерпевших. 10 человек – это только те, кто обратился в полицию. По словам самих пенсионеров, число обманутых превышает сотню. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Автомобили без тряски, самолеты без шума. Новое поколение комплектующих для машиностроения создается в Самаре. Технологии мирового уровня разрабатывают в конструкторском бюро Европейской подшипниковой корпорации. Предприятие принимает участие во всех крупных государственных проектах по развитию космоса, авиации и автомобильной промышленности. Сегодня заводские конструкторы в двух шагах от того, чтобы разработать подшипник, подходящий для вечного двигателя. Новые технологии увидел Олег Зверев. Глядя на эти маневры, трудно себе представить, что этот самолет – дело рук человека. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, истребитель пятого поколения Т-50. Машина способна творить чудеса в небе. Подшипники для стальной птицы изготовлены в Самаре. Этот шлифовальный станок называют «Джустино», так решил итальянский производитель. Кольцо подшипника, прошедшее токарную обработку и процедуру закалки, «Джустино» доводит до идеальной формы. Точность обработки – микроны, то есть тысячные доли миллиметра. Токарные операции делаются на сыром металле, то есть он мягче, мягкий. И токарные операции, чтобы нам наметить, сделать все вот эти формы, так сказать, а уже непосредственно геометрию кольца придаем мы шлифованием. То есть, скажем, по огранке оно должно быть идеально круглое. Пять тысяч подшипников производит предприятие для всего, что летает, ездит, стреляет – в небе, на земле, под водой или в космосе. В Самаре работает и головное конструкторское бюро всей корпорации. Один из главных показателей – виброакустические характеристики. У каждого подшипника, говорят, есть свой голос. Специалисты работают, чтобы сделать его как можно тише. Все очень просто. Если взять, например, атомную подводную лодку, она выходит из военной базы на Дальнем Востоке, естественно, она производит какой-то шум. Соответственно, нужно сделать так, чтобы шума она воспроизводила меньше, как можно меньше, этот шум на фоне шумов океана, там же много рыб, много меглепопитающих, не был сильно заметен. Вот цель создания малошумного подшипника. Сочетание сложной геометрии и инновационных материалов позволяет создавать порядка 20 принципиально новых типов подшипников в год. Самый современный контроль качества. Этот прибор исследует подшипниковую сталь в рентгеновских лучах, что позволяет изучать структуру материала на уровне кристаллической решетки. Подшипники делают из современных видов стали, которые разрабатывает Всероссийский институт авиационных материалов. На заводе начинают применять и сверхпрочную керамику. Первая наша задача – это, значит, работать над подшипниками пятого и шестого поколения. Пятое и шестое поколение подшипников, оно практически, так сказать, делает перпетум мобили из подшипника, если его, значит, поставить. А значит, и Самара еще надолго сохранит один из самых узнаваемых своих брендов. Олег Зверев, Константин Головин. События. На финишную прямую вышла самая ожидаемая дорожная реконструкция в Самаре – улице Луначарского. Дорогу пока не открыли, но автомобилисты уже успели оценить ее качество. Как преобразилась дорога, что еще предстоит сделать подрядчикам, и куда довезет Луначарского, Марина Кравцова знает все подробности. Осталось совсем чуть-чуть. Около двух недель потребуется, чтобы завершить перекладку водопроводных труб на пересечении улиц Мичурина и Луначарского. Это место горожане недаром назвали заколдованным. Раньше порывы здесь ликвидировали ежегодно. После полной замены коммуникаций вскрывать асфальт уже не придется. Первым этапе реконструкции улицы Луначарского от Московского шоссе до автобусного проезда доделывают последние штрихи. Проводится работа по установке светофорных объектов, то есть установлены все опоры под светофоры, проложены кабели. Происходит установка пешеходного ограждения, которое осталось, я думаю, где-то, наверное, метров 150, не больше установить. Пока официально дорогу еще не открыли, но жители окрестных домов уже оценили разительные изменения, как и автомобилисты, которые успели опробовать новый асфальт. Хожу пешком. Мне очень нравится, что сделали улицу Луначарского. Тут было все заросшее, гаражи стояли. Тут было физически невозможно пройти, потому что не было ни тротуара. Побольше таких дорог, потому что у нас нет соединения между Новосадовой и Московской. Их очень мало. Это как с расстатей. Эта дорога очень нужна была. Мы давно ждали водителя ее. Уже разгружают пробки всю еду. Плюс такой хороший проезд получился. Дорога должна служить верой и правдой. Их покрытие делали современным щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который более пластичен и гораздо долговечнее. В перспективе по улице Луначарского будет входить общественный транспорт. В ближайшее время здесь поставят остановочные павильоны, чтобы во время посадки пассажиров автомобилистам не приходилось объезжать. Автобусы сделали специальные карманы. Автобус стоит, а машины продолжают движение по прямой. Предстоит еще построить развязку на Московском шоссе. Этот участок в ведении областного министерства транспорта и автомобильных дорог. А в следующем году начнутся работы на втором этапе реконструкции. Первоначально планировалось довести улицу Луначарского до проспекта Ленина. Но проект решили продлить. Реконструированная улица соединит Московское шоссе с Новосадовой, Северо-Восточной магистралью и улицей Лесной. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Городскую технику готовят к зиме. Щетки для уборки улиц сменили на ковши, летнюю резину заменили шипованной. Городские коммунальные службы продемонстрировали свои достижения в подготовке к зиме. За парадом снегоуборочной техники наблюдала Марина Матвейшина. С таким ускорением ротора расквитаться со снегом можно в считанные минуты. Водитель Сергей Кирюшин говорит, есть еще один существенный плюс. В кабине погрузчика тепло и уютно. А все рычаги расположены так удобно, что управлять им одно удовольствие. На этом в основном тротуары. Заехать можно. На большом не заедешь. По очистить. Везде можно проехать, по крайней мере. Ковшины очищены, щетки причесаны. Вся снегоуборочная техника на показе на площади Куйбышева. Первый заместитель главы города Владимир Василенко проверил, как тракторы, погрузчики и КАМАЗы подготовлены к зиме. В данной ситуации, чтобы эта вся техника сработала зимой, и горожане почувствовали улучшение по содержанию уличной дорожной сети, по содержанию придомовой территории. Ну и должны сработать все управляющие компании. В этом году по решению главы города Олега Фурсова дополнительно закупили 57 единиц уборочной техники. Еще 28 машин для муниципальных управляющих компаний. Тему подготовки к зиме подняли и во время прямого эфира с Олегом Фурсовым на телеканале Самары ГИС. Кроме того, мы купили 181 снегоуборочный комбайн для бюджетных учреждений, для того, чтобы показать управляющим компаниям пример, как нужно убирать улицы с большей производительностью. Должен сказать, что мной была поставлена задача перед управляющими компаниями также приобрести дорожную технику, необходимую для очистки тротуаров и внутриквартальных проездов. Часть компании с этой задачей справилась. Мы планируем на следующей неделе провести смотр готовности управляющих компаний. И в целом, в зимний сезон этого года мы подойдем более подготовленными. Всего на улицах города этой зимой будут работать порядка 300 единиц спецтехники, более 300 дорожных рабочих, а во дворах – дворники. Их бригады, как и бригады кровельщиков, сформировали заранее, еще в сентябре. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мишканцов, События. В Самаре выберут любимого фармацевта. Сайт 63.ру предлагает самарцам проголосовать за лучших работников аптек областной столицы. Конкурс «Мой любимый фармацевт» проходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Самарской областной фармацевтической ассоциации. Кандидатов могут предложить как представители аптеки, так и горожане. Добрые слова в их адрес пользователи сайта могут оставить на специальной странице «Спасибо, фармацевт». Итоги интернет-голосования подведут в конце ноября. Победители наградят ценными подарками. Прием заявок на сайте уже начался. Профессиональный и грамотный фармацевт это настоящий проводник в мире товаров для здоровья. Это тот человек, который ежедневно встречает нас в аптеке и помогает нам решать наши насущные проблемы. Нашим проектом мы хотим поддержать работников аптек Самары, рассказать об их работе и поставить акцент на самой удивительно интересной и неоценимой важной профессии фармацевта. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Звездный старт. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1А», которая доставит на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс-МС», взлетит с космодрома Байконур 21 декабря. Запуск отложили ровно на месяц. Связано это с аварийным стартом в апреле этого года, когда носитель «Союз-2.1А» не смог вывести космический грузовик на орбиту. Сейчас заканчиваются работы, связанные с неудачным пуском и проводятся дополнительные проверки. Аэропорт «Курумыч» перешел на зимнее расписание. Летать самарцы смогут почти по 40 внутрироссийским и международным направлениям. Самыми популярными остаются рейсы в Москву. Их количество достигает до 16 вылетов в сутки. Также предусмотрены регулярные рейсы в Дубае, Хельсинки, Тбилиси и Прагу. В Новокуйбышевске нашли брошенного грудного ребенка. Мальчик, завернутый в одеяло, лежал на лавочке. По словам прохожих, он не мог даже кричать. В больнице у ребенка обнаружили двухстороннюю пневмонию. Как только он поправится, его переведут в дом малютки. В полицию уже завели уголовное дело. Застройщик, обманувший 80 человек, выступил с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Глава компании ПМК-97 Павел Рогожкин задолжал жителям 100 миллионов рублей. Мошенника осудили на 5,5 лет колонии общего режима. Часть срок он уже отсидел. Сегодня должен был состояться суд, но на него явились не все потерпевшие. Заседание перенесли на 2 ноября. Штрафов на сумму свыше 250 миллионов рублей самарцы задолжали ГИБДД в этом году. Половину этих денег должники выплатили после вмешательства судебных приставов. Летопись жизни дореволюционной России. В Самаре открылась уникальная выставка работ Сергея Прокудина-Горского. Фотографа, изобретателя, путешественника, одного из основателей цветной фотографии. В начале 20 века Прокудин-Горский совершил несколько масштабных экспедиций по Российской империи, сделав уникальные кадры ее жителей, быта и городов. Алина Чемерес заглянула в прошлое. От ярких красок перехватывает дыхание, когда понимаешь, что снято это более ста лет назад. Самарканд, Бухара, Туркмения и, конечно, вся необъятная Россия. Цветной фотографией царская держава обязаны Сергею Прокудину-Горскому. Его фотографии в настоящее время являются практически очень исторически ценные для историков и реставраторов, потому что на основании этих фотографий они могут воссоздать облик дореволюционной России. Вологодские пильщики, обед на покосе и великий Лев Толстой в день своего 80-летия. Отец цветной фотографии Прокудин-Горский каждый снимок превращал в шедевр. После краха Российской империи он уехал в эмиграцию и умер вдали от родины в 44-м году. Его работы стали достоянием библиотеки Конгресса США. Оцифровали уникальные снимки уже в наши дни. Каждая пуговица на одежде, узор и вышивка на национальных костюмах видны, как будто это снято на современную профессиональную камеру. Здесь я вижу душу фотографии, душу фотографа, потому что они сделаны руками в первую очередь. Цифровая фотография, она сделана математикой. Здесь есть разница большая. Фотографии-то делалось через три разных светофильтра. Красный, синий, зеленый. Подобрать правильные химические элементы, температуру, выдержку обработки. Честно говоря, даже не знала, что до революции у нас была цветная съемка. Это же история, история хотя бы того, что он заснял всю нашу Россию, все ее уголки. На выставке прокуден горсткий тип и России и старинная фототехника. Раньше процесс создания снимка мог занять несколько дней. Стоило это дорого, а фотографы были чуть ли не самыми богатыми людьми. Но такой фотоаппарат снимали еще в середине прошлого века. В карман его, конечно, не положишь. Кадр выстраивали вручную с помощью вот таких механизмов. Это, например, высота. Одновременно с этой существовала и вот такая техника. Она помещалась даже в спичечный коробок. Это уникальные шпионские камеры, одна из которых вполне могла быть у знаменитого Штирлица. Полюбоваться России столетней давности жители смогут до 16 ноября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. В Самаре подвели итоги конкурса имени Эдуарда Кондратова. В память о легендарном писателе и журналисте конкурс был учрежден Союзом журналистов совместно с администрацией Самары. Кто стал лауреатами в этом году, расскажет Лариса Шалафаст. Журналистика – это не просто умение хорошо писать. Журналист должен обладать особой сверхчувствительностью, говорил знаменитый самарский писатель и сценарист Эдуард Кондратов. Автор десятков очерков и романов, в том числе одного из первых в нашей стране сериалов «Тревожные ночи в Самаре». Премия его имени – одна из самых престижных для самарских акул пера. В прошлом году лучшим в номинации журналистика был признан генеральный директор Самары ГИС Андрей Волков. Когда тебя награждают премии человека, которым ты знал с детства, ну, Эдуард Михайлович как бы там постарше меня, да, и когда ты делал первые шаги в журналистике, а он уже был мэтром, конечно, это невероятная радость, потому что оценили как раз те самые твои коллеги и товарищи, с которыми ты работаешь. В этом году заявки на участие подали порядка 50 человек. Сделать выбор жюри было сложно. Критерий – это, конечно, это владение словом и гражданская позиция журналиста, писателя, неважно. Собственно говоря, то, чем обладал Эдуард Михайлович. Лучшим в номинации журналистика признан Валерий Ерофеев за серию публикаций об экономическом развитии Самары. Получить эту награду особенно приятно, говорит победитель. С Эдуардом Кондратовым он был знаком лично. И о нем, собственно, впечатления свои, и о его биографии я начал собирать еще при его жизни. Я у него бывал, ну, не часто, но регулярно бывал у него дома. Мы там беседовали с ним, значит, на различные темы. То есть я у него многому научился. И в творчестве, и просто в жизни, как человек. В номинации «Литература» премии присуждена Алексею Солоницыну, автору книги об Иверском монастыре «Врата земные и небесные». Мне кажется, что наш город, душа его, это Иверский монастырь. Ведь преподобный Сергий Радонатический в историю нашего государства вошел, сказав, что «Воззрением на Святую Троицу да истребится ненавистная рознь мира сего». Понимаете, вот об этом моя книга. В память об Эдуарде Кондратове гости церемонии прочитали отрывки из его произведений. Каждый из фрагментов посвящен важным для автора вопросам семье, времени, патриотизму и профессии. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Тяжелые утраты. На 87-м году ушел из жизни почетный гражданин Самары, почетный ректор Самарского медицинского университета, лауреат государственной премии РСФСР и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки России, доктор медицины, профессор, академик Александр Федорович Краснов. Всю свою жизнь гематологии и ортопедии. 31 год он руководил Куйбышевским государственным медицинским университетом. Создал уникальную материально-техническую базу. При нем были созданы кафедры онкологии, урологии, эндокринологии, гириатрии. Построены новые корпуса университета и общежития. Ушел не просто человек, ушел не просто личность, ушел голыба, понимаете, срез времени. Первый в мире стал пересаживать слабые мышцы после полиомиелита и делал это достаточно успешно. Известность его, его знали во всем Союзе, его знали во всей России, его знают за рубежом. Личность была. Непростой человек был, сложный человек, даже я бы так сказал, был, но был высоко порядочный. Никогда не любил всяких вот заускований, там вот таких вот, интриг не строил, работал. Всю жизнь работал, лучше много работал. Эфир программы продолжит спортивные новости. Слово Сергею Кизоркину. Дарья Касаткина поднялась в рейтинге теннисисток-профессионалов на 73-е место. Самарские дзюдоисты завоевали серебро на международном турнире. Хоккеисты ЦСК ВВС дважды уступили Ростову. Выездная серия игр в Ростове для самарских хоккеистов закончилась неудачно. ЦСК ВВС дважды проиграли сопернику. Сначала со счетом 1-4, потом 1-2, но уже по булитам. В итоге военные летчики плавно спланировали на одну строчку в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Вниз и теперь занимают четвертое место. Лидеры – Мордовия и Ростов. Юные самарские дзюдоисты заняли второе место на 20-м международном турнире звездочки дзюдо в России. В Кирове за награды боролись спортсмены от 11 до 14 лет. Конкуренция была очень высокой. В каждой весовой категории было по 50 человек. В итоге сборную Самарской области обошли только борцы из Перми. Бронзовые медали у кировчан. Дарья Касаткина поднялась в рейтинге теннисисток-профессионалов WTA на 73-е место. В женской теннисной ассоциации Тольяттенко в пятницу выиграв Кубок Кремля сразу со 104-й позиции поднялась на 73-ю. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Я на этом с вами прощаюсь. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА